Добрый день, дорогие друзья! В литературной гостиной журнала Симбирск снова звучит музыка. Хочется продлить светлый настрой зимних праздников. Итак, у нас в гостях исполнители авторской песни Наталья Ливанова и Анна Маторина. Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу поблагодарить Елену Викторовну Кувшиннику за приглашение на передачу. Я занимаюсь музыкой давно, с детства, можно сказать. Пишу стихи где-то лет с 12-14, ну и песни тоже. И я думаю, что этому способствовало мои родители, они как бы негласно так, потому что мама всегда слушала музыку. У нас пластинок было много, мы ходили на концерты, она очень любила классику. В нашем доме звучал и Бах, и Бетховен, и Кальмана она очень любила, с Веридова, Винявского. А папа всегда с книжкой был. И вот, соответственно, я думаю, что это у меня повлияло. И очень повлияло. В детстве я поехала в всесоюзный тогда лагерь «Пионерский Артек», и там были дети со всего Союза тогда еще. И у нас там был вожатый Гена, он играл на гитаре. Меня это очень сильно впечатлило. И, в общем, это был 88-й год. Я, конечно, по приезду, у меня брат, у меня родной брат Алексей, он подарил мне гитару. И вот с этого, наверное, все началось. Училась я сама на гитаре играть. И стала придумывать мелодии различные. И в то время я увлекалась, можно сказать, читала многое, увлекалась Толкином. Тогда популярно было, он только появился в России, Рональд Руэлл Толкиен. И вот одни из первых песен у меня написаны, это больше 20 лет назад, на стихи Рональда Руэлла Толкиена. Тогда к нам приезжал племянник мой, Саша, сын моего брата. Его эти песни, он ему лет 12 был, наверное, его песни это настолько впечатляли, что он даже, я помню, песни эльфов у меня есть и песни гномов. И он даже на обоих писал вот эти песни, чему мама и бабушка были очень рады, конечно. В общем, первая песня, которую я хочу вам подарить, это стихи Рональда Руэлла Толкиена, «Музыка моя» и в переводе великолепного переводчика Александра Кистяковского. Эту песню мы исполним вместе с Анной Моториной. За синие горы, за белый туман, В пещеры и норы уйдет карабан. За быстрые воды уйдем до восхода, За кладом старинным из сказочных стран. Волшебники-гномы в минувшие дни, Искусно металлы ковали они, Сапфиры, алмазы, рубины, топазы, Гранили они и гранили они. На звонкие цепи и не толще струны, Нанизывать звезды могли слышены. Свои ожерелья в порыве веселья, Влетали лучи бледноликой луны. А пели они, что твои короли, Без звонки, ах, вы себе завели. Протяжно иного для слуха людского, Случало их пенье в глубинах земли. Дом-дом-дом-дом-дом... Дом, 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 дом Шумели деревья на склоне к р ductов И ветры стонали во враге ночном Магновое пламя взвелось над горами И взлыхнулись осны смолистым огнем Тогда колокольный послушался звон Разверзлась земля, почернел небосклон Где было жилище, теперь пепелище Не ведал пощады свиребый дракон И гномы боясь наказания с небес Уже не надеясь на силу чудес Укрылись в богатых подземных палатах И след их сокровищ навеки исчез За синие горы, где мрак и снега Куда не ступала людская нога За быстрые воды уйдем до восхода Чтоб золото наше отнять у врага Надо сказать, что я в то время очень увлекалась и до сих пор Я очень люблю путешествия, походы Пешие, водные и горы Очень люблю И мой один из первых походов в горы Это поход на Алтай И с этого похода, кроме впечатлений, великолепная природа Совершенно какая-то изумительная, неземная какая-то природа Поскольку там гора белуха И свет от нее распространяется по всему маршруту У нас как бы нас сопровождает Она вся вершина белая Удивительная природа, нетронутая Мы заходили даже в места, где даже троп не было И вот с этого похода у меня несколько стихов и несколько песен Вот песня «Гномы» как раз впечатление с этого похода И стихотворение, я думаю, что тоже после этого похода Потому что там очень много вдоль рек мы шли на подходе к горам Потом шли по такой огромной морене Представляете, такие валуны, где-то метра два высотой И несколько километров, то есть мы прыгали по этим валунам Меня это настолько впечатлило Я не думала, что бывает такая морена Но морены обычно камни такие небольшие называются А тут были совершенно огромные камни То есть приходилось даже как-то перепрыгивать И вообще суровая погода, суровый был поход И вот 2001 год Одно из стихотворений как раз оттуда Мои мысли — потоки воды, серебристых, стремительных рек Из железа, камней и руды, скал небесных, берущих разбег Мое сердце — шумящий поток, гор, взрезающих ввысь С высока наполняющих трещины строк, чистотой голубой ледника Голос мой — одинокий пастух Посредине реки, облака и трава Говорящая вслух, позабытые всеми слова Твердость камня, глубин моих ток Прикоснись и движению в расчет Его голос в изгибах подошв Кожи пальцев твоих оживет Все как есть, принимаю, любя Всех, дарующих свет или боль Звуки солнца и холод дождя На тропе, освещенной тобой Я лишь солнца, влекущего зов Его силой живой проводник Тьма и боль или светлый покой Миг до смерти, всего только миг Песня, которую я хочу исполнить Тоже связана с Алтаем Некоторые, когда слышат эту песню Говорят, что в ней есть какие-то напевы Кельтские, скандинавские На самом деле, это русская песня Просто написанная под впечатлением Изумительной русской природы Алтай Песня называется «Дудка и река» Мы исполним ее вместе с Анной Моториной В реке вода, в руке дуда Если люблю, то навсегда Сердцем дышу, дудка живет В глаза гляжу, речка течет Льется поток прямо с небес Пена, огонь, взгляда, отвес Взгляда, отвес Я чуть дышу, дудочка скажет Что не скажу Дудка звучит, сердце поет Вода шумит, речка течет Глаза твои в реке вода Губы мои в руке дуда Если дуда возле реки Вода чиста, звуки легки Продолжая тему походов Хочется рассказать об интересном человеке Мне посчастливилось познакомиться с этим человеком Это Иван Трофимович Душарин Это очень известный альпинист Удивительный совершенно человек Он нам подарил книжку свою И вот в этой книжке я читала ее У него совершенно удивительное отношение к природе Которое мне тоже очень близко Он считает, что природа живая Ну то есть даже вот как сказать Ну как люди, как человек То есть природа, у всех есть душа У него очень много восхождений В том числе и на Эльбрус, и на Эверест И он при восхождении на горы Он просит у горы разрешения зайти И зайти, и уйти То есть как бы чтобы гора впустила И отпустила Вот такое бережное, удивительное отношение Мне очень близко Поскольку вот я тоже считаю Что когда мы заходим на горы Я немножко альпинизмом занималась Я занимаюсь Это совсем не покорение вершин Мы не можем покорять Мы просто себя как бы преодолеваем А горы нам позволяют подняться на эту высоту С высоты, конечно, мир совершенно по-другому воспринимается И вот этому удивительному человеку Я посвятила стихотворение Которое я тоже хочу прочитать Через тысячи миль, миллионы шагов Белый свет высоты притягательно нов И в потоках машин, в тесных клетках квартир Милый сердцу огонь, белый ветер вершин Очень хрупкие мосты над бездонной водой Белый свет высоты, как дорога домой Река уже стала другой Ты смотришь на воду И не видишь, что она течет Она течет Тебя видит кто-то другой Таким, каким ты был Не замечая, что она течет Она течет Но река уже стала другой Оставь ее берега Она уже стала другой Теки вместе с ней За острые выступы прошлого держимся мы Разлуки, боли, радость, чувство вины Мы думаем, вот это я То, что было со мной Так легче понять И может быть это так Но если сорвет река И понесет туда Где вновь возникает тень И смоет все следы Оставив лишь то, что водой не смыть Что тогда Ты скажешь себе Река уже стала другой Оставь ее берега Она уже стала другой Теки вместе с ней Субтитры создавал DimaTorzok Я закончила филологический факультет Нашего государственного университета Он уже в то время был университет Педагогический И мы там очень много читали И меня поразило Я хочу тоже прочитать стихотворение Связанное с этим поэтом Меня очень впечатлил Можно сказать вообще просто поразил Поэт Американский поэт Что самое удивительное Уолл Туитман Я думаю, что это Уверено даже Что он до сих пор неоцененный поэт И поэзия его Это поэзия будущего Даже для сегодняшнего дня Хотя он жил в 19 веке То есть уже больше ста лет назад У него совершенно удивительные стихи О человеке О счастье О предназначении человека О смерти Он родился на берегу океана Может быть это повлияло И вот это стихотворение мое Которое я хочу прочитать Я думаю, что под впечатлением Уолл Туитмана Написано Очень вам рекомендую Почитать этого Великолепного поэта Всех нас ждет счастье В танце забытом В ветре До срока временем скрытым Эхом на грани ждет Непременно это случится Однажды с тобой Мешанных прахом Светом и болью Нас Неспасенных Божьей любовью Счастье Ты чувствуешь эхо вступления Часть мироздания Ты от рождения Всех Разве можно допустить Даже в мысли Что без тебя Эта вселенная мыслима Счастье быть всем Без границ И без сроков Всех Нас Всех Ждет Счастье Если мы вечны И этот мир однажды Станет прозрачным И упадет завеса Мы снова будем вместе Это правда, слышишь Это не сон Рухнут границы И разбегутся стражи Станет открыто Со всех сторон дорога И вся залита светом Видно Кто мы Станут понятны И очевидны мысли Ложь или правда Спадут овечьи шкуры И грязь уже не спрячешь Но еще живы реки Святой водой Если мы вечны К тебе ведут дороги И все потери наши Нам жизнь вернет И снова Мы снова будем вместе Смерть будет просто Сменой одежды Ветхой Или границей Рекой Между мирами Или порогом Перед большой водой А кто же мы? Мы же шагаем С тобою по дороге И налегке мы И нас возносит ветер Вокруг разлиты солнца И звездный свет Жизнь бесконечна И рассыпью вселенных Дорога перед нами И те, кого мы любим Всегда пребудут с нами Всегда пребудут с нами Всегда пребудут с нами Если мы вечны И этот мир однажды Станет прозрачным Мы снова будем вместе Мы снова будем вместе Мы снова будем вместе Мой сын Арсений Несколько лет назад И прям несколько лет подряд Очень просил у меня Завести кота У меня в детстве были коты, конечно Но в общем Условия были не совсем те Потом мы переехали И я по неосторожности Все-таки обещала ему Завести кота И... Но перед тем, как завести кота Я написала песню Когда он был маленький Мы пели вместе И он При выходе на одной сцену На концерте КСП Он так и сказал Я просил маму завести кота А она песню написала Песня «Купите мне кота» Я сто раз просила у мамы Да Ну купи, пожалуйста, кота Да, кота или щеночка Только мама Нет, ты точка А сама Когда была Как и я То просила Знаю, знаю То просила Маму взять кота Купи 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 Купите мне кота Да, 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 да Да, 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 да Я научу ему всему, чего умею я в свои без половины Пусть не полных десять лет Ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля Я научу его играть на фортепиано Я научу его с разбегу жать на фа большой октавы Ну а задней лапой жать на ноту ля Ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля Нам будет весело, мы будем с ним друзья Ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля Нам будет весело, мы будем с ним друзья Нет, сказала мама Не играет кот на фортепиано И ему в квартире не житье Ну откуда ж это, знаешь, дорогая моя мама У котов есть к музыке чутье Ну хорошо Я научу его крутить рандат и сальто И со мной он сразу сядет на шпагат Ля-ля-ля-ля Он мне как брат Я акробат Я акробат И кот мой тоже акробат Нет, сказала мама Для кота это мучение И вообще, что нужен ей Покой и сон Ну тогда я знаю, знаю Верное решение Будем петь Найду коту я микрофон Купи, купи, купи Купите мне кота Да-да-да-дам Да-да-да-дам Я научу его всему, чего умея В свои без половины, пусть не полных десять лет Ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля Мы будем вместе петь крутые сиренады Он будет нежно петь в лесам Ну а я во всех октавах Буду петь на слове мяу-но-ту-ля Ля-ля-ля-ля Нам будет весело Мы будем с ним друзья Ля-ля-ля-ля Нам будет весело Мы будем с ним друзья Раньше вот я тоже работала с детьми Учила играть на гитаре И мы с ними вместе пели песню Которая называется «Палка дождя» Ну песня совершенно магическая Там используется настоящая палка дождя И то есть это вызов дождя Вот А мне дети всегда говорили Ну на фестивале дождь это же не очень хорошо Наталья Евгеньевна Напишите песню Которая будет связана с вызовом солнца Ярила И пришла строчка Ярила наша сила Песня очень долго не писалась И вот в этом году Так получилось, что она написалась Я всем желаю солнца Эту песню мы исполним вместе с Анной Моториной Солнце, дух мой, свет мой, сила Пробудился свет И рила Щит огневой Между тьмой и мной Ярила наша сила Всю землю осветила Ярила Землю осветила Ярила Ярила Землю осветила Солнце, дух мой, земля, сила Семена земля взрастила Щит земли живой Между тьмой и мной Ярила наша сила Всю землю осветила Ярила Землю осветила Ярила Ярила Землю осветила Солнце, дух мой, вода, сила Дождем землю напоила Щит воды живой Между тьмой и мной Ярила Наша сила Всю землю осветила Ярила Землю осветила Ярила Ярила Землю осветила Солнце, дух мой, ветра, сила Всю движенью починила Веди ветер мой Путь открыт домой Веди ветер мой Путь открыт домой Твердо, слово, свет наш сила Разгулялся, бог ярила Солнце, свет живой Над моей землей Солнце, свет живой Над моей землей Ярила Ярила Наша сила Всю землю осветила Ярила Землю осветила Ярила 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 Землю осветила Ярила Благодарим гостей За участие в нашей программе И музыка небесная во всем Звучит, зовет и душу обнимает Рождественского чуда все мы ждем Оно случилось, радость-то какая И в мире наступила тишина Высокая звезда Сияет нежно И нам дана на всех Любовь одна Одна дана нам Вера и надежда И белый снег На нас летит с небес И так светло На сердце И в природе Как в сказке Ожидание чудес Для тех, кто верит Чудо происходит Дорогие друзья До новых встреч Добра и радости вам В новом году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова